Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал все страны мира запретить вещание российского государственного телеканала RT. Это произошло после того, как его ведущий Антон Красовский призвал в эфире топить и жечь русскоязычных детей в Украине, которые считают, что Россия оккупировала Украину. Кулеба назвал заявление Красовского агрессивными призывами к геноциду. Сам Красовский, опубликовав ссылку на программу «Антонимы», гостем которой был писатель Сергей Лукьяненко, назвал выпуск прекрасным. Позже он удалил эту публикацию. Однако его высказывания, похоже, не смогли проигнорировать даже обуреваемые антиукраинскими настроениями российские чиновники. В Госдуме стали наперебой клеймить Красовского как провокатора и врага России. Каждый звук этого высказывания – преступление. Человек, совершивший подобное по своей разрушительности мало с чем сравнимое действие, должен быть немедленно задержан и в кратчайшие сроки осуждён по максимальной строгости закона. Это откровенно нацистское, фашистское высказывание. Но ведь это не первый случай, когда Красовский перешёл черту. Откровенный ЛГБТшник. Тут уже вопрос не в том, что сказал Красовский. Вопрос в личности самого Красовского. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить слова Красовского после обращения, цитата, одного из пользователей в социальных сетях. А главный редактор «Арти» Маргарита Симоньян сообщила, что остановила сотрудничество с пропагандистом. Возможно, Антон объяснится, каким временным помешательством оно было вызвано и как сорвалось его языка. Сложно поверить, чтобы Красовский искренне считал, что нужно топить детей. Красовский в ответ опубликовал видео с извинениями и объяснениями. Как он сам назвал это обращение, цитата, последнее слово в своё оправдание. Я дурак. Я не просто перешёл границы, я ненамеренно их стёр. В письменном комментарии «Настоящему времени Америка» Александр Верховский, директор информационно-аналитического центра САВА заявил, что высказывания с подобными крайними взглядами, цитата, отражают не настроение в обществе в целом, а скорее демонстрируют расторможенность пропагандистской машины. В ситуации вооружённого конфликта взаимная ненависть неизбежна, увы. Но и при этом можно и нужно оставаться в каких-то рамках. Пусть будем реалистичны более широких, чем в обычное время. Прямые призывы к целенаправленному истреблению гражданских, не говоря уж детей или других уязвимых групп, далеко выходят за рамки, возбуждают ещё больше ненависти, да и сами рамки под влиянием таких высказываний всё расширяются. Одно из последних подобных заявлений, наполненных риторикой ненависти, это слова главы Чечни Рамзана Кадырова. Он призвал стереть земли города Украины, чтобы, цитата, «видно было дальний горизонт». Так он предложил отвечать на обстрелы российских регионов. Риторика ненависти — это проблема, которая признаётся на мировом уровне. Речь о ненависти запрещены на европейском уровне. У ООН есть целая стратегия по борьбе с речами ненависти. Это всё сделано не просто так, а потому что речь о ненависти — это не просто слова. Это слова, которые побуждают к действию. И риторика ненависти повышает уровень жестокости в обществе. Самый известный, конечно, пример в мире — это Руанда, когда в ходе геноцида в тех районах, где принимало радио «Тысячи холмов», единственное средство массовой информации, доступное руандийцам, на котором транслировались в частности речи ненависти, побуждающие к убийству Тутси. Уровень насилия был гораздо выше, чем в тех районах, где это радио не принимало. И то же самое можно применить к нынешней ситуации. Последствиями подобных заявлений правозащитники называют подогревание конфликта и увеличение количества военных преступлений.